Первые подтопления начались еще 26 марта. Но паводок так быстро нарастал, что признан самым мощным из 37 пострадавших регионов России. Если говорить о близлежащих к Барнаулу районах, которые пострадали от разлива Талых Вод, то это прежде всего Первомайский. На кадрах поселок Новый, улица Славная. Местные жители и предположить не могли, что этой весной им понадобятся резиновые сапоги в собственном доме. Пошел к машине. Да, в Алтайку за сапогами надо ехать. Что-то тут совсем... Так, вот из дома выходим. Так, вот машина стоит. Это тоже Первомайский район, село Санниково. Часть микрорайона Лосихин остров, который находится в низине, внушительно подтопила водой. Жителям Первомайского района, откровенно говоря, не до смеха. По словам людей, причина беды – это талые воды и разлившаяся река Лосиха. Люди начали массово писать в соцсетях о беде на острове, и наша съемочная группа выехала на место происшествия. Такая зима, видимо, была в этом году, что земля промерзла, воде деваться некуда, вся в речке пошла. А речке деваться было некуда, она пошла по лесочку и вот к нам. Местные жители отмечают, такие стихийные качели не на шутку напугали. Ольга живет примерно в середине поселка. Говорит, их семье повезло чуть больше. Когда вода начала подступать к жилищу, вооружились лопатами и выкопали траншею. Лишь таким способом получилось хоть как-то оградить жилище от талых речных вод. Преддомовая территория похожа на месиво, но дом сух, и это уже большая победа в неравной борьбе с суровой стихией воды. Мы не затопли, благодаря своим каким-то небольшим мерам, которые смогли. Вот вчера целые сутки мы с улицы просто не выходили. Ну и вот ленточка, если потом пройдете в тот участок, он затоплен был вообще полностью. На место подтопленной территории был направлен пожарно-спасательный отряд МЧС. Оперативники откачивали воду, задействовав тяжелую технику. Но есть и те, кто паводковую ситуацию воспринял с юмором. Например, глава села Солнечное, того же Первомайского района Алексей Дуров, проплыл несколько метров по затопленной улице. Однако власти района шутку не оценили и призвали главу не тратить время на купание в сточных водах. В этом году первая волна резкого подъема воды накрыла 16 муниципальных образований. То и дело закрывались дороги в самых разных направлениях. Но самой болевой точкой стал Михайловский район. Вот эта вся вода к нам в деревню идет. А это трасса у нас на фарпус. Вон она, вверх смотрится, бугор трассы. И вот они мы стоим на другой стороне трассы. И все, водичка. Сотни подтопленных домов, эвакуация населения, животных, скота. Потонувшие на трассе автобусы. И есть даже жертвы среди населения. Так по неосторожности в траншею упал шестилетний ребенок. На неделю в Михайловском районе с рабочим визитом побывал губернатор региона. Дом затопило, дочь мне отправила сюда. Все, 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 не плачь. Не плачь, не плачь. Не плачь, все, мы позанимаемся. Спасибо вам. Здесь в Ольбе ухаживают, как за ним. Хорошо, все, да? Спасибо, хорошо. Все хорошо. Одно из решений правительства края – компенсация пострадавшим от паводка. Тем, у кого подтопило приусадебные участки, должны выплатить по 10 тысяч рублей. У кого дома – по 30 тысяч. Но важно, чтобы территория, на которой произошло подтопление, относилась к зоне ЧС. 5 апреля в регионе начались первые выплаты. Первыми их начали перечислять жителям Михайловского, Благовещенского, Немецкого, Первомайского, Романовского и Волчихинского районов. Вот так вот у нас потоп. К концу недели ситуация в этих районах улучшилась. Вода постепенно выходит из домов и приусадебных участков. Но в то же время повышается уровень рек в других территориях. И сейчас специалисты не исключают, что начнется подтопление прибрежных населенных пунктов в предгорных районах. С учетом прогноза погоды, в ближайшие две недели установится практически летняя температура. Правительством края принято решение пока оставить режим ЧС в регионе. Работаем по всем нашим планам. Реагируем на ухудшение обстановки. Работают все звенья территориальной подсистемы РСЧС. В регионе уже начинают оценивать последствия от первой волны паводка. Нужно очистить источники питьевой воды, дезинфицировать жилье и хозпостройки. А также провести профилактику среди пострадавших жителей, чтобы избежать распространения кишечных и респираторных инфекций. В правительстве также сообщили, что специалисты Роспотребнадзора контролируют качество водоснабжения на подтопленных территориях и условиях в пунктах временного размещения. А между тем в регионе остаются подтопленными 46 населенных пункта, 107 жилых домов и 535 приусадебных участков. В пункте временного размещения находится 29 человек. Мария Костолева, Владислав Ковалев. День с толком.